Итак, добрый день, подписчики и наши зрители. Сегодня 18 декабря и мы выглянулись с товарищем на Цемлянское водохранилище. Приблизительно думаем пробовать на так называемых столбах. У нас впереди 3 часа пути, погода, конечно, ветер, мороз, но будем надеяться, что рыбу нам удастся найти. Непосредственно по приезду все видеоотчеты, все будем снимать на камеру, добавлять и надеяться, что наше видео вас порадует. Итак, определившись с местом лова, выбрал указанный маршрут, для себя линию прочертил и сделал 5 луночек для начала. Вот сейчас будем брать прикормку, закармливаться. Кормить буду обычным шротом. В каждую лунку понемножку запускаем и ожидаем. Лунка от лунки сделал я приблизительно 30 шагов. 30-35. Каждую луночку понемножечку закармливаем. Рыбаков на льду большое количество. Но мы решили в толпу не сбиваться, а сделать свое. Свои луночки. И поискать свою рыбу. Проведя 3 часа в пути, уже соскучились за ледобуром. И за поклевками, конечно же. Трикармливаем пока что крайнюю луночку. И в ожидании можно почаевать. Итак, вот пока мы ходили по луночкам, рядом с нашими закормленными лунками встали вот рыбачки, которые хотят рыбу искать не сами, а с помощью других рыбачков. Вот, буквально 10 метров от меня. У меня прицепилась первая рыбка уже. Вот. Но я не хочу палить. Нас не увидели с рыбой. И меньше, меньше оббурили наше место для ловли. Будем смотреть, что будет дальше. Дернуть. Дерг, дерг. Не знаю, что там. Итак, пол шестого вечера, точнее 17.30 установили мы палатку уже на обнаруженной лунке. Тараночка себя показала. Вот. После того, как установили палатку, уже успели поймать три тараночки неплохие. Вот. И одного карася. Карась был пойман буквально только что. Поэтому решил это дело запечатлеть. Ну, будем ждать активного клюва и обязательно снимем это. Итак. Ой, смотри, карасик. Неблохой. Замечательный карасик. И вот такая вот мормышечка у него. Она не фосфорная, а с фосфорной пяточкой. Огромный пучок мотыля. И вот такой мерный карасик. Итак, 10 часов вечера. клев, как стих, 15 минут 7-го. И по-прежнему мы никого не поймали. Ни я, ни мой напарник. Вот. Это называется не попали в рыбу. То есть, если нашел рыбу, то будешь ловить ее с переводикой хотя бы 10-15 минут. Сейчас клев полностью отсутствует. Я уверен, что у рыбаков рыба есть, поклевывает, но у нас рыбы нет. На будущее тем, кто хочет изменить ситуацию, нужно переходить. Но в нашей ситуации за бортом минус 10 и ветер. и нет возможности сделать лунки, закормить, поискать рыбу и идти. Поэтому остаемся на месте и получаем то, что и не. Сейчас в лове там десяток карасиков, пару тарашек, пяток тарашек. Будем ждать. Вот хочу поделиться своими мормышечками, которые использовал в эту рыбалку. Это фосфорные свинцовые форма личинка, шара, капли, большой разницы не имеет. И всевозможные мормышки с фосфорными пяточками. Тоже неплохо работают, но по крайней мере в сегодняшней рыбалке ловил я как на вот данную удочку так и на другую. Итак, на этой приятной ноте мы решили с напарником закончить. Сейчас будем сматываться и выдвигаться домой. В принципе, ловом довольны. Конечно, все желают лучшего. Вот, но тем не менее, хотя бы не с нулем на жареху домой рыбу повезем обязательно. самое главное, что я сделал видео для того, чтобы вы его посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо большое. Ну, вот, наш улов. Мелочь, а приятно. До новых встреч.